Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Assassin's Creed 3. Итак, нам надо пересечь вот это поле боя. Давайте попробуем, получится ли у нас. Так, используйте укрытие, чтобы избежать повреждений. Так, сейчас еще раз рванет и погнали. Все нормально, сиди. Все погнали. Укрытие, правда, надо, а то попадут. 60 метров осталось. Е-мое, вы просто поглядите на количество. Какая у них огромная армия. Но, наша задача убить главнокомандующего. Клавное, укрыть еще, попробуем набежать. Да не, я подожди, я не хочу стрелять в бред. Давай, 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 давай. Не, да как все-таки попали по мне. Все-таки умудрились попасть. Откуда? Может, откуда попали? Бегись! Получше чуть-чуть. У меня жизни не устанавливаются. Это хреново. Давайте попробуем. Да припнись, шеф! Эх, ну все-таки ладно, добрались. Заберитесь на вершину обрыва. О, здоровье начало восстанавливаться, это меня радует. Патруль ходит, это хреново. Это очень хреново. В общем, повсюду. Что ж ты свалился? Ой, дурачок! Чё ты мой, как же так ты свалился, а? Ну, все, попались мы. Приплыли, как говорится. Бежать некуда. Хотя, в принципе, вполне можем от них убежать. Нам куда-то вон туда надо залезть. Неудачно-то мы начали серию. Блин, да ладно. Да все, не дурите, вы меня потеряли. Ага, не потеряли, они не нашли. Давай, кто у нас рискнет? Даже не думай. Со спины нападать. Нападать, я тебе стрельну. На! Ух, кто подло. Толстая. Уже две падла толстые. Тихо-тихо-тихо. О, красавчик своего завалил. Молодец. Он его не завалил, как бы всего лишь заглушил. Оглушил. Всё сказать, заглушил. Чё, тревога! Заткнись! Тревога нарёт. Так, тут можем залезть? Можем. Если бы, конечно, мы не свалились, то получилось бы всё удачно. Дополнительное задание. Незаметно убейте его. Ну, он жизни показанная. И, боюсь, его с одного выстрела не получится убить. Да, от этого повсюду охраняют. Ну, так уж просто. Он прям в центре стоит, да? Да как его вскрытно тут можно убить? Это нереально. Патруль повсюду ведь ходит. Так, ладно, давай, иди сюда. Сейчас вот этого убьём. Да иди что сюда, а? Да, ладно. Хотя, с той и с другой стороны, в принципе, можно, наверное, скрытно убить. Но явно не с этой. Сейчас, сейчас, всё-таки вот этого я отловлю. Кто заметил? Гля, и вот это они глазастые! Офигенно, я по стелсу сыграл. В общем, как-то мне надо теперь умудриться вот это всё ораво убить. Это, конечно, очень героический поступок. И не каждый сможет, но попробуем. Даже не думайте, падлы. Ё-моё, у вас очень много. По одному, ребят, ну по одному. Серьёзно, я же один. Сука, я уже как раз пропускаю удар. Тихо, стреляют, стреляют! О, отлично. Успели скрыться от выстрела. Собака! Ты ещё с топором своим. Убери свой топор, падла. Бежим. Да, блин, мне перезарядка требуется. Повторяю перезарядиться. Вот он, кстати, главнокомандующий. Так, надо от толстяка избавиться. Первым делом от него. Давай, давай, толстяка убьём. Молодец, что в него выстрелил. А теперь, в твою очередь, сдохнуть. Ага, попался. Давай, убьём его. Ну же, бей! Чё ты ждёшь, когда он встанет? Ай, там ещё один подошёл. Сука. Падлы! Перезарядка, мужики, походицы. А, по-моему, убьём. Давай, перезарядочку. Давай, давай же. А, ты тоже перезаряжаешься? На! Я должен тебя убить. Да, перешит его. Почему он не бьёт его, когда он лежит? Типа... Почтит законы, типа... Лежачих не бьют. Да, его не так же просто пробить. Вообще нереально. То есть тут как-то случайно вылавливать моменты надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Призаряжай. Перезаряжай, говорю. Говори, перезаряжай. Не-не-не, даже не думай. Перезаряжай, говорю. Он тоже перезаряжает. Ну что, давай. Стреляй! Ты перезарядил хоть? Отлично! Вот он этот был. Последний рывок. Я выстрелил. Ну, в принципе, я мог и проиграть тут вполне. Тяжкая битва. Как? Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть сложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет. Нити надо оборвать. И всех освободить. Да. И всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь, как мужчина. Но говоришь, как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Опа. Бежать надо. Старый, ну шо. Я обещал, что я вернусь. Стоп, я больше этого не видел! Черт, побери! Генерал Паттнам? Вы живы? Чего не скажешь о Питкарне? Что ж, поздравляю. Да это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики и ради чего? Если Тори так нужен, этот холм пусть подавится. Бостон, вот что самое важное. Ну, на Бостон там мы не должны рыть. Сейчас это и важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона! Вот это поворот, как говорится. Как всегда. Дополнительное задание у меня не выполнено. Всегда я действую посвойно. Не как сказано. Ну там можно было убить скрытым, но это надо было походить незаметно, никого не трогать. И в принципе можно было, наверное. Мои враги упорны. Деньги не помогли, они применили силу. Но я убил Джонсона и Питкарна, сорвав их планы. Джордж Вашингтон возглавил и объединил колонистов на пути к свободе. Теперь темплиеры хотят его смерти. Хотят превратить этот край в мрачный оплот порядка. Нечто бездушное. А он им мешает. Я должен спасти его, чтобы его дело и мой народ продолжали жить. Но чем дальше, тем больше шансов, что меня обнаружат. Темплиеры думают, их людей убили мятежники. Для них ассасины мертвы или в бегах и не представляют угрозы. Но боюсь, очень скоро они узнают правду и раскроют меня. Надо быть осторожней. Часть восьмая. Поместье Девенпорт, 1776 год. Как охота, Хонор. Неплохо, но боюсь этого мало. Ты там, где нужнее всего. Отправься ты за Чарльзом Ли или отцом. И что стало бы с Полом Ривиром? С солдатами в Лексингтоне? В тех городах не было солдат. Лишь люди, которых вынудили защищаться. А с тобой иначе? Ты не защищаешь свой народ? У вас с колонистами общий враг. Помощь одним, помощь другим. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Хе-хе-хе-хе. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? О, глядь, там еще какие-то костюмы висят. Просто согласись, что был неправ. Мальчик мой, ты убил двоих, и один был торговцем, а не воином. Этого маловато, чтобы меня впечатлить. Да ну, старик. Может нам выйти наружу? Я с радостью покажу, как легко могу... Отдаль... Хе-хе-хе. Это Бенджамин Талмедж. Его отец был одним из нас, можно не таиться. Кажется, у него есть что тебе сказать. Ахиллес сказал, вы раскрыли заговор убить главнокомандующего. Да, но у меня нет никаких улик и зацепок. Уже есть друг мой. Вам нужен Томас Хики, и я помогу его схватить. Как? Объясню по дороге. Мы отправляемся в Нью-Йорк. О, в Нью-Йорк. Погнали. Так, это значит, как мне быть-то? Мне, кстати, кто-то писал в комментариях, что можно как-то переместиться быстрее. Открыть карту. А как? А, все еще, походи, разберемся. Задание, лавки. Не, непонятно, в общем. Как быстрее переместиться? Будем по-старому, значит. Да, ай, че, нажимаем. Так, значит, задание у нас находится в Нью-Йорке. Для начала нам надо переместиться в Фронтир. Чего, прости. Давай, перемещайся, в дури. Еще мне сказали в комментариях, что, мол, Шинбео можно купить в Бостоне. Надо повнимательнее поискать, посмотреть. Потому что мне очень это нужно. И стрелы бы купить для лука. Хороший тут вестей. Мне надо переместиться дальше. Во, в Нью-Йорк теперь переместиться. Хватит. Мне лошадь не нужна. Итак, Нью-Йорк. Вот мы и прибыли. А вот и задание мое. Э, подожди, че, надо... Тогда мне лошадь пригодится. Давай к седем. Так какова же ваша цель? Та же, что у вас. Мир, стабильность. Земля, где люди смогут жить вместе как равные. Почему же вы не в братстве? Мой отец был ассасином. И, насколько знаю, очень неплохим. Но я хотел бы иметь детей. Сложно жить в двух мирах одновременно. Так что я выбрал один. Я понимаю. Но я помогаю, чем могу. Вот почему мы здесь. Знакомые места, честно говоря. Очень даже знакомые. О-о-о, тихо, что ты дуришь-то? Вот, смотри. Пропишешь ко все куда-то. Так, страшно. Мне надо подальше к ним держаться лучше. Так, в Нью-Йорке, может быть, тоже есть магазин. Скорее всего, есть. Нам поискать. Скорее всего, есть. Расскажите о том Иссихике. У него здесь в городе цех фальшивомонетчиков. Найдите его логово, и мы сможем его арестовать. Оказавшись за решеткой, он будет безопасен. Вы знаете, где он? Не совсем. Но я представляю, где можно начать поиски. Угу. Так, говори. Что ты замолчал? Что тебе не нравится? Тебе даже не трогал. Вали. Повсюду стражи, просто пыли здесь на карту. Чего? Поднять... Не, будем зачем поднимать. Не надо. Я слышал, тут ходит много фальшивых купюр. Явно дело рук Томаса. Кхм. Кхм. Нет. Это не плохо. Цены как в Мехе. Что за дрянь? Это не деньги. Крашеная бумага. Больше ты меня не проведешь. Страха. Более 20 лет приближает... Надо его догнать. А, проследите. Такие 15 секунд, все нормально. Я внимательно слежу за ним. Чего-то осматриваешься. Все равно не найдешь меня. Ха-ха-ха-ха. Я думаю, он сейчас, кстати, меня не заметил. Да, конечно, тихо. Тихо, не дури, не дури, не дури. Да выделался, как говорится. Я так и думал, что он сейчас повернется и заметит. Там, не знаю, кем надо быть, чтобы не заметить. Слепым, наверное. Надо не спешить. Внимательно. Не спеша идти. И лучше, конечно, подняться выше. Там он меня уж точно не заметит. Опять! Вот поспешил. Короче, давай сейчас залезем наверх тогда. Раз ты палишь. Так, выше как-нибудь. Во! Вот так он меня уж точно никак не заметит. Да какие 13 секунд? Вон я его вижу. Чего, угораешь? Вон оно. Хоть считай. Опять осматривается. Проверяет никто за ним. Не следит ли и не идет. Что ты в долг думаешь? Давай. Куда сейчас он пойдет? Прямо? Слезай, живо! Няри! Няри, сейчас всю картину у меня тут. Нечего там делать! Слезай! Ё! Твоё налево! Я хотел этого убить! Он взял просто, можно сказать, машинально сам взял, сиганул вниз и его убил. Ну нахрена? Нахрена? Иногда я вот не люблю вот это управление. Блин, он сам напал. Я не приказывал ему. Что за дебилинг, я хотел убить стражника, он взял и его убил. Ё-моё. Ай, е-бога, смешно! Что ты делаешь? Так, ладно, всё, надеюсь, сейчас всё получится. Ну, конечно, он на неё напал, потому что у нас сейчас цель на него именно направлена. То есть, нажму, если сейчас атаковать, он, конечно, на него прыгнет. А как там быть-то? Да что? Нормально всё. Я его вон вижу, прекрасно. Что за оса его ужалила? Да вот такая оса ужалила, что ж. Так, можешь быстрее, но он меня услышит тогда. Лезай, это не то! Да подожди, не дури. Там что-то происходит, глянь, его поймали. Стражник на неё напал. Ничего. Он теперь обратно идёт. Чего? Нечего там делать! Видишь, ты пристал. Горейте, я не себе шмару посимпатичь, это проваливай. Тогда ждём. По лестнице, что ли, собрался подниматься? Нет, это, видимо, для нас лестница. Я не буду залазить по ней. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну давай уже иди, никого тут не было. Иди. Просадка, что ли. Опа. Хреново дело. Надо подслушать. Ты шутишь. Это немножко нереально. Мне сразу палит. Только я нифига не слышу. Поближе как-нибудь, а поближе он не заметит. Эй, нет, убери-ка бумажки. Насыщет стража. Кто? Не смотри сюда. А-а-а. Ты что-то смотришь, я просто так смотрю, стою здесь. Во, всё, успешно. Еле-еле подслушали. Что теперь ты? Дальше следить. Эти стражники меня задолбали. Полит меня вовсю. На дерево, если бы сюда залез, это хреновая идея на самом деле. Меня бы сразу заметили. Так, скорее всего, сейчас он повернётся, риск. Смотри, что ещё будешь идти. Ну, конечно, вот поворачивается. Давай, иди вверх. Ой, что тебе нажал? Тихо. Повернул влево. Блядь, что-то замышляет, падла. Ты прям мастер маскировки. В колодец сиганал. Так, сейчас помню, я спалит. Отвечаю. А, мужики, я здесь просто стою. Не, ему срать на меня. А вот он как раз-таки от стражи и прятался. Куда ты полез? Чё-то долго он идёт, блин. Теряем цель. Подслушать опять надо. Да её... Кто там палит? Ты подтягивайся. Рещи. Не-не-не слезай, мужик, извини. Мне надо подслушать. Да твали, говорю. Жить хочешь, твали. Я-то сейчас в башке такую дырку придумаю. А то он не хотел дырку сделать. Сделать. Сколько будет идти? Тища, уже весь город обошлений. Тихо. Наконец-таки. А, это они тут закрылись, типа. Чего? Томас Хитти? Допустим, тебе-то чего? Вашего брата же не осталось. Значит, придётся это исправить. Взять! Да, убежать он думает. Да сейчас. От меня не так уж просто убежать. Это тот алкаш. Вспомнили его? Многие из вас, скорее всего. Опа, его поймали. Вон ещё один. Хватай! Стражники. Теперь за нами будут гнаться и за ним. Зашибись. Так, его чё надо убить? А, просто догнать хотя бы. Ишь, сударник. Стой! Да сейчас, ага. Это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чём нас обвиняют? В сбытии польшевых денег. Я ни в чём не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут всё куда серьёзнее. Этот человек хочет... Ух ты, ё-моё. А я тебе говорил, давай им наваляем. Нет, блин. Надо разговаривать. Стражи местные. Договариваться чё-то. Надо было им навалять. И сразу этого убить. Ну, а теперь мы попались. О, ну, конечно. Тюрьма. Что же ещё могло быть? Соскучился, дружок? Что? Сказать нечего? Раз ты здесь, Вашингтон спасён. Верно, верно. Только... Кажется, меня отпускают. О, батик он пришёл. Спасибо за помощь, господа. Больше никаких ошибок, Томас. Тебе ясно? А с ассасином чего? Вон он. Его посадили рядом со мной. Не всех переловили, а? Чарльз, займитесь им. Понял, сэр. И что делать? Ты из Континентального Конгресса. Прихвостень Адамса. Хм... Кажется, я знаю. Да. Убьём двух зайцев. Как? Всему своё время. Этот ассасин никуда не денется. Пойдём поищу тебе пристанище получше. Это вы о чём? Я думал, меня освободят. Боюсь, это пока невозможно. Спасибо Бенджамину Толмиджу. Он принялся оболтать языком, бог весть что. Вас обвиняют в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона. Что за дерьмо? Я думал, вы разберётесь. Мы обсудим это не здесь. Ну вот так вот. А теперь нам как-то надо выбраться. Хотя по времени надо бы уже закончить эту серию. Так, у нас нет ни оружия, ничего. Подслушайте разговор заключённых. Говорю же, он хочет убрать. Надо сообщить кому-то. Да? Из чего ты это взял? Он с чем-то возился во дворе. Тоже сунул в карман, когда меня заметил. С виду как ключ. Да это нож. Не, Мэйс не боец. И спередрех спасается болтовнёй. Да, ловкий Уинтс. Скользкий. Да ну, Финч, он не так уж плох. Даже буквам меня как-то обучил. Напишу своей красавице. Ха, зачем? Думаешь, эта шлюха там ждёт тебя? Бережёт честь, пока ты не выйдешь? А? Она давно нашла себе другого мужика. А потом ещё одного. Заткни пастиль, и я её тебе заткну. Да тише. Это шутка. Да? Тогда она не смешная. Ложитесь спать. Ну, ляжем спать мы уже в следующей серии. А пока, я думаю, давайте закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok